Безопасность полетов повысится. Весной следующего года в аэропорту Полярный начинается реконструкция взлетно-посадочной полосы. Рабочую поездку в Мерлинский район глава республики Айсен Николаев начал с обсуждения этого вопроса. Айсена Николаева подробно ознакомили с планом реконструкции аэропорта. Это не только ремонт взлетно-посадочной полосы, но и замена светосигнального и электрооборудования. Поддержку в реализации проекта также оказывает Алроса. Реконструкция пройдет в несколько этапов. Частичные ограничения по типу принимаемых воздушных судов не повлияют на пассажиропоток. В зимний период ограничений не будет. На данный момент проектом предусмотрено ограничение до приема третьего класса воздушных судов, то есть, соответственно, Ан-24. Однако нами ведется совместная работа с авиакомпаниями по допуску на этот период воздушных судов второго класса, ну, типа Эмбраера, чтобы не снижать существенную интенсивность полетов и транспортную доступность полярного, чтобы рейсы по центральным направлениям, ну, хотя бы через Новосибирск, также выполнялись, и чтобы комфорт жителей полярного оставался на прежнем уровне. Ремонт, в котором также нуждается аэровокзал «Полярный», пока не запланирован. В связи с этим лидер народного актива Александр Басыров обратился к депутату Госдумы от Якутии Галине Данчиковой рассмотреть возможность включения реконструкции здания аэропорта «Полярный» в федеральный проект развития региональных аэропортов и маршрутов. Парламентарий взял запрос в работу. Продолжение следует...